Пенсионный фонд Российской Федерации, крупнейшая организация России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам, основан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР номер от 442 до 1 об организации Пенсионного фонда РСФСР. Как государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, ПФР создан для государственного управления средствами пенсионной системы обеспечения и прав граждан РФ на пенсионное обеспечение, бюджет ПФР утверждается Государственной Думой Федерального Собрания и РФ отдельным законом вместе с принятием федерального бюджета РФ. Доля бюджета ПФР в ВВП России составляет 10,8% по доходам и 10,2% по расходам. ПФР выплачивает пенсии свыше 40 миллионов пенсионеров и социальные выплаты для 20 миллионов льготников. Ведет персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц для свыше 128 миллионов граждан России. Структура ПФР в структуре пенсионного фонда 8 управлений в федеральных округах Российской Федерации, 83 отделения пенсионного фонда в субъектах РФ, отделения ФГ, Байконур, а также около 2500 территориальных управлений во всех регионах страны. В системе ПФР трудится более 130 тысяч работников. Высшим органом является правление ПФР. За его исполнительные функции отвечает исполнительная дирекция ПФР. Во взаимоотношениях со страхователями, застрахованными лицами и пенсионерами, территориальное управление Пенсионного фонда РФ является отдельными юридическими лицами. Социально значимые функции ПФР, среди социально значимых функций Пенсионного фонда России, назначение и выплата пенсий, учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию, назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан, ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, героям Советского Союза, героям Российской Федерации. Т. Д. Персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного страхования, взаимодействие со страхователями, взыскание недоимки, выдача сертификатов на получение материнского капитала, выплата средств материнского капитала, управление средствами пенсионной системы, реализация программы государственного софинансирования добровольных пенсионных накоплений. С 2010 года администрирование страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию. С 2010 года установление федеральной социальной доплаты к социальным пенсиям. В целях доведения совокупного дохода пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования, данные об уплате страхователями обязательных страховых взносов заработника, сведения о страховом стаже, отражаются на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, который ведет Пенсионный фонд РФ для каждого официально работающего гражданина России. Порядок ведения этого лицевого счета регламентируется федеральным законом от 1 апреля 1996 года Н27ФЗ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Любой гражданин РФ, имеющий СНИЛС, может проверить сведения об уплате обязательных страховых взносов своим работодателям на своем индивидуальном лицевом счете в ПФР с помощью интернет-портала «Госуслуг взносы доходы пенсионного фонда» СМ. Также обязательное социальное страхование в России. Стандартная ставка взносов в Пенсионный фонд составляет 22% от фонда оплаты труда организации. При этом взносы не включаются в состав зарплаты отдельных сотрудников, но учитываются Пенсионным фондом при введении их счетов. Эти отчисления разделяются на страховую часть и накопительную часть пенсии. До 2010 года взносы в ПФ учитывались как составная часть единого социального налога. С 1 января 2010 года ЕСИН отменен. Вместо него установлены прямые страховые взносы работодателей в три вне бюджетных фонда ПФРФФОМС и ФСС. В 2010 году совокупный объем страховых взносов сохранится на уровне ставки ЕСИН, 26% из которых 20% будут направляться в Пенсионный фонд РФ. При этом взносы будут уплачиваться с годового заработка до 415 000 рублей. В случае, если годовой заработок превышает 415 000 рублей, взносы сверх 415 000 рублей не взимаются, но и пенсионные права сверх этой суммы не формируются. С 2011 года размер совокупных взносов возрастет до 34%, из которых 26% составит отчисление по обязательному пенсионному страхованию. Эта система позволяет существенно увеличить уровень пенсий в стране. Для лиц, полностью попадающих под действие страховой системы, коэффициент замещения пенсии и зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы, составит не менее 40% после 30 лет уплаты этих взносов при наступлении страхового случая. Также с 2009 года у граждан появилась возможность делать добровольные взносы на накопительную часть пенсии. Законом предусмотрены две стороны софинансирования взносов гражданина, государства и работодатель. Частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу является Фонд национального благосостояния России. На август 2014, по данным Минфина России, совокупный объем средств фонда составил эквивалент 86,4 миллиарда долларов США. По результатам 2015 года, Пенсионный фонд Российской Федерации получил от инвестирования средств в пенсионных накоплений доход в размере 14,1 миллиард рублей, что в пересчете составляет 14,5% годовых. Причидатели правления фонда Куртин Александр Владимирович, Борчук Василий Васильевич, Зурабов Михаил Юрьевич, Ботанов Геннадий Николаевич, Дроздов Антон Викторович. Контакты Исполнительная дирекция ПФР.